Всем привет народ, это Азима Альберт и сегодня мы с вами поговорим о том, почему холлсейлеру или флипперу необходимо поддерживать какие-то связи, какой-то нетворк с другими холлсейлерами и вообще почему нетворкинг в этой индустрии очень полезная вещь, которая может сделать вам деньги быстро. Итак, поехали. Я приведу пример, у меня есть знакомый из Орландо, его зовут Дерек, это вы видите письма, которые я получаю от него, ну я подписан на его рассылку, так же как на рассылке нескольких других холлсейлеров естественно. И вот вы можете увидеть, что 12 февраля, 7 февраля, 6, 3, 1, то есть регулярно от него приходят новые объекты. То есть через его офис проходит довольно много сделок и в основном эти сделки находятся в центре Флорида. Это Орландо, Дайтона, Кисеми, Севера Орландо, Тампа, то есть вот эта вот вся эрея посерединке Флорида. И давайте я вам сейчас покажу несколько последних 3-4 дома, которые я от него получил. И каким образом стоит рассматривать эту информацию, если допустим вы хотите купить дом А для жизни, Б для инвестмента, либо ремонта и перепродажи. То есть если вы хотите получить готовый вариант, то есть самостоятельно не искать мотивированных продавцов, то вот такие поставщики данных, например, как Дерек, это довольно неплохой вариант. Окей, поехали. Итак, его компания Stonebridge называется. И вот одна из сделок. Адрес. Цена 266 тысяч. After Repair Value, то есть определенная Дереком маркет-цена, 359 тысяч или даже больше. Три спальни, две ванны, гараж, кирпичное здание, 54-го года, 1343 сквеофита. Цена за сквеофит, 199. То есть это для тех инвесторов, кто отталкивается от средней цены сквеофита. И ориентируясь на этот показатель, ну, для данного зип-кода, ну, делает свои расчеты. Таксы, ежегодная сумма 1808 долларов. Значит, канализация городская. House Association fee. Нету информации. Дальше. County Orange, как и весь Орландо. Средний рент в этой эре 1750, то есть довольно высокий. И отношение, ну, скажем, прибыли, которую дает рент, к вот этому ценнику 266, дает 7.6% годовых. То есть, ну, не очень много. Так. Хороший рент считается где-то, начиная от 12% и выше. Есть фотографии. То есть у него всегда довольно качественно составлена информация по объектам. Для каждого объекта можно подтянуть несколько фотографий. Естественно, фотографии снаружи я могу и сам найти. А меня интересуют для любого объекта фотографии внутри. Вот этим ценные его данные, что у него это все уже грамотно подготовлено. То есть можно посмотреть, что дом внутри выглядит неплохо. Полы выглядят хорошо, стены, потолок окей, кухня практически окей. Нету там только апплаинсов. Немножко устаревший дизайн плитки, но это такое. Для арендаторов пойдет, для себя желательно поменять. Тут все хорошо. Тут тоже устаревший дизайн плитки и умывальника. То есть желательно заменить, но если для аренда, то годится. Это внешний вид дома снаружи. Это вид гаража. И окей, мы снова там, где были. И дальше есть описание от него. Значит, это property находится в сердце Colonial North. Находится, может быть, вашей следующей инвестиционной возможностью. Три спальни, две ванны, дом из блоков. С гаражом на одну машину, да? Moving ready. То есть он готов для жизни. Его не надо делать, в принципе. Значит, находится... Возможно, нужны какие-то минимальные косметические работы, которые недорого стоят. Значит, вы можете поставить туда тенанта, то есть арендатора, который вам будет платить 1750 долларов в месяц. Хотя с... Вакантные участки... Так, вакантные участки... Значит, в пешей доступности есть дома, которые продаются до 335 долларов за Square Food. Ну, я имею в виду новые, то есть, которые только построили. То есть, видите, здесь он пишет показательство 99, а есть дома, которые продаются существенно выше. Так, та-та-та-та-та... Есть потенциал, как бы, для флипа. То есть, если переделать этот дом, там есть зазор для прибыли. Если вы хотите максимизировать потенциальный профит, как бы, переделайте этот дом в дом с площадью 1651 square feet. То есть, увеличьте там, насколько, на 300 square feet в площадь и сделайте из него 4 спальни, 3 ванных. Путем конвертирования гаража в мастер-сьют. То есть, в еще одну комнату переделать гараж. Это, ну, как бы, дизайн данного дома позволяет сделать достаточно легко. И, таким образом, его маркет-цена увеличится по той причине, что добавится одна спальня и одна ванная и около 300 square feet, которые благодаря гаражу появятся. Вот это, он, как бы, уже дает готовый план, что можно сделать, если вы флиппер, если вы хотите сделать какую-то прибыль на данной сделке. И дальше, ну, что тут входит, то есть, всякие там детали. И, смотрите, rehab, то есть, восстановление, если вы хотите rent-out этот дом, восстановление меньше 10 тысяч будет. Внутренняя покраска, то есть, это очень дешево. Обновление полов. Я не вижу там больших проблем с полами. Небольшие работы по кухне и по ванной. И ремонт гипсокартона кое-где. Если вы хотите сделать ремонт для флипа, то есть, для перепродажи, ремонт для флипа всегда стоит существенно дороже, чем ремонт для того, чтобы просто поселить арендаторов. И вот он говорит, что для флипа вам нужно будет порядка 50 тысяч. Перекраски, полы, переделка кухни, переделка ванны. То есть, вы видели, там устаревшая плитка, устаревшая сантехника. Значит, landscape, то есть, всю зелень вокруг дома, растения, деревья надо приводить в порядок. Значит, и кое-какие еще ремонты, там, по мелочам. То есть, вот это вот информация, которую он дает. Когда вы видите такую информацию, то первое, что вам нужно сделать, ну, если вы профессионал, то первое, что вам нужно сделать, это проверить цифры. Вам нужно сделать свои расчеты, действительно ли дом с площадью на 1600 с чем-то с квеофитов и с четырьмя спальнями и тремя ваннами в данной эре потянет на 359 тысяч. Если ответ да, то в этом доме есть очевидно прибыль, потому что 266 плюс 50 это будет 316, 306, нет, 316, извините, даже 317 получается, да. То есть, у нас получается там прибыли где-то тысяч на 40, 40, 42, да. Но это при условии, что Дерек сделал правильно расчеты относительно ARV. Поэтому, воспользуйтесь моими другими уроками, сделайте сами для данного адреса расчеты относительно того, какова его марки цена. Если вы сделаете примитивно, просто поставите на ZIL данный адрес, вы получите, скорее всего, неправильное данное. То есть, видите, здесь показывает, что застимает этой проперти 272 тысячи. Нельзя ориентироваться на эту цифру. Во-первых, по той причине, что эту цифру компьютер рассчитывает автоматически, просто опираясь на данные, ну, как бы по соседским домам, среднюю цену с квеофита и так далее. Во-вторых, эта цифра взята из расчета, что площадь этого дома и количество спален и ванных в этом доме не изменится. Но если вы собираетесь делать флип, то вы будете это все переделывать, добавлять, и, следовательно, цифра изменится. Здесь немножко больше есть фотографий. Уже бэкверд видно. Симпатичный бэкверд, выложенный бриком. Навес, ну, зона для барбекю. Очень мило смотрится. Убирает прямые вот эти жаркие солнечные лучи, создает тень. Позволяет, тем не менее, наслаждаться ветерком. Так, внутри, нету больших проблем внутри. Ну, устаревший дизайн ванной. Тут дизайн 50-х годов. Кухня неплохо выглядит. Там полы надо делать только. Ну, вот такие вот комнаты внутри. Поэтому, в принципе, то, что пишет Дерек, можно этому верить. Это тот самый гараж, который Дерек предполагает, что можно переделать в мастер-бэдром. То есть, сделать еще один сьют и добавить еще одну ванную. Как видим, площадь гаража, в принципе, позволяет добавить комнату и добавить ванную вот в этой площади, где находится гараж. Окей. Давайте посмотрим следующий объект. Проперти за 87 900 долларов. Дайтона Бич. Значит, Дайтона Бич это не Орландо. Тут не надо путать. Дайтона Бич находится на восточном побережье. И лично мне Дайтона Бич не нравится. Такое довольно странное место. Очень, как бы, пляжей много. Все это много, но вот эта вот первая полоса от океана, она симпатично выглядит. А все, что находится на самом континенте, на самой Флориде, какое-то все бедненькое, унылое, занчуханное. Но, тем не менее, в Дайтоне Бич продаются довольно быстро объекты. И вот, как бы, адрес объекта, который Дерек рекламирует. То есть, он его купил у какого-то мотивированного продавца и перепродает. Довольно дешевая улица. То есть, такие дома, они, как бы, дорого не стоят. Естественно, надо проверять все обычные данные насчет, какие школы рядом, какой уровень крайма, какие доходы населения, какова средняя цена за сквеофит. То есть, как это делать, есть в моих других видео, я сейчас не буду показывать. Сейчас просто беглый такой просмотр. Значит, он рекламирует цену 87 тысяч. Что означает эта цена? Что-то, где-то 10 тысяч он для себя там заложил. То есть, он контракт с продавцом, он подписал, ну, допустим, на 77. И продает теперь любому желающему за 87. Это все сделки, которые можно приобрести либо за кэш, либо имея опрубанный займ. Если вы хотите с Дереком связаться и отправить ему оффер, то нужно, в принципе, это можно сделать даже текст-месседжем отправить, да? Но нужно присоединить proof of funds, то есть, доказательство наличия денег на банковском счету, либо нужно присоединить approval letter, то есть, письмо от вашего лендера, где указано, что он готов профинансировать указанную сумму именно под этот адрес, под этот объект. То есть, что вы имеете финансовые возможности для того, чтобы делать оффер. Тогда, ну, можно назначать встречу, посмотреть дом, подписать контракт и все прочее. Так, здесь три спальни, две ванны, гараж на... А, паркинг на улице, то есть, у гаража нету, есть навес. Переделка, кстати, вот этого навеса в гараж немножко добавляет value property. То есть, вот этот навес называется carport. Если carport переделать в гараж, это чуть-чуть улучшает его рыночную value. Так, потенциальный рент 1300 долларов в месяц. Соотношение к ренту, видите, очень хорошее. То есть, если человек его купит за 87, ну, грубо говоря, 88, и будет просто сдавать в рент всем желающим за 1300 долларов в месяц, то довольно неплохой процент 17.7 годовых выходит процент на капитал. Поэтому, кто ищет себе просто рентную property, которую можно сдавать тенантам, это оптимальный вариант. Давайте посмотрим на что тут с ремонтом. Значит, ремонт для рента не нужен. Дом в живом состоянии. Для перепродажи нужны обновления ванной, нужны новые апплайенсы, то есть плита, холодильник, дешвошер. Нужна покраска внутри и снаружи. И нужны работы с бэкердом, и с газоном, и с деревьями. И, возможно, какие-то косметические работы. И обзор от него, что Дайтона – это горячий рынок, инвестиционные объекты продаются буквально за несколько часов. Этот дом является пятым наиболее дешевым активным в данный момент на маркете объявлением в Валюси Каунти, Семиноле и Оранж Каунти. Короче, он среди 3% нижних по цене среди всех на продаже. А, среди проданных объектов в Валюси Каунти. То есть, он хочет сказать, что вот этот ценник очень-очень близок к, скажем так, нижней границе продаваемых объектов для данной Каунти. Обратите внимание, предыдущий дом, там была цена что-то типа 190 с чем-то долларов за Сквеофит. Здесь цена за Сквеофит 42, то есть почти в 4 раза дешевле. И вот благодаря этому и выходит настолько такой большой гроз, рентный гроз. Ну и так как там рядом океан, то такие пропертии, в принципе, и посуточно можно сдавать. Это вам еще одно объявление. Так, дальше. Еще одно проперти 84 тысячи, ремарки, цена 150, грубо говоря. То есть, видите, разница довольно жирная, где-то там 65 тысяч разница. Тоже Дайтона Бич, тоже сам по себе домик довольно простого дизайна, но у него оказывается аж 4 спальни. То есть, он Сквеофитов 1644, то есть довольно такой немаленький домик. Но, насколько понимаю, он находится в недорогом районе. Гросс рент, видите, почти 17%. Тоже очень жирный рент. Дайтона, горячий рынок, бла-бла-бла. Так, для рента никакого рехаба не нужно. Для перепродажи нужен рехаб на 15 тысяч. То есть, если, допустим, вы захотите перепродать данную проперти, 85 плюс 15, 100. Перепродажи 149. То есть, видите, потенциал где-то в 40 с чем-то тысяч есть в этой пропертии. Так, давайте еще посмотрим. Walnut Street, Aberrondale, Флорида. Я не знаю, где это. County, County, Polk, Polk County. Значит, что у нас тут? Только покраска нужна для того, чтобы сдать это в рент. Рои от рента 15.36. То есть, хороший возврат на рент. Это шанс иметь 3 спальни, 2 ванны. Меньше чем за 100 тысяч. Генерирует хороший рентал доход. Может быть также хорошим вариантом для того, чтобы нарастить свою equity. Не тратьте время и звоните как можно скорее. Недорогой домик. 3 спальни, 2 ванны. Так, что у нас еще есть? Kissimi. Kissimi это ближайший к Диснейленду, скажем, город. Небольшой городок. Но там есть и хорошие районы, а есть такие, ну, зачуханные. Kissimi, Флорида. Такой прикольного дизайна домик. 99.900. А маркет цена 110. Практически никакого зазора нету для перепродажи. Это вариант только для того, чтобы его рент out. То есть, вот кого интересует сдавать помесячно, либо посуточно. Это единственная возможность для данной property. Для перепродажи тут нету потенциала. Так. Altamon Springs. Флорида. 199.900. Он продает дом двухэтажный. 5 спален, 3 ванных. Большой дом. И маркет цена у него 300. То есть, видите, потенциал в 100 тысяч. Гараж на две машины. Построен из цементных блоков. 73-го года. Площадь большая. 2400 сквеофитов. 82 доллара в среднем за сквеофит. Каунти семеновый. Так. Один из самых горячих зип-кодов центра Флориди. 5 спален, 3 ванных блоков. Находится в самом сердце семенового каунти. 2500 сквеофитов. На прекрасном Spring Oaks Subdivision. 82 доллара за сквеофит. Все, что по соседству продается. Так. В этом же Subdivision продажа происходит в данный момент по 130 долларов за квадратный фут. То есть, он тут говорит, что вот она эта разница. Вот этот потенциал в 100 тысяч прибыли. 32-714 это как бы зип-код, в котором прирост аж 39%. Что-то нифига себе прирост. Так. Средний дом. А. Средний дом прирост за последний год. Значит, средние цены за квадратный фут в этот же период подросли до 120 долларов с 104 долларов. То есть, у него везде расчеты переходят на цену за квадратный фут. Звоните сегодня. Так. Для рехаба нужно 40-45 тысяч. Довольно большая сумма. Переделка кухни, переделка ванной, новая крыша, новые полы, клининг, пейнтинг и апплайенсы. К сожалению, довольно много денег надо, чтобы этот дом привести в продажный вид. Вообще симпатичный домик. Сейчас откроются картинки. Так. Вот внутри. То, что здесь внутри. Бальсавут. Ага. Да. Стены плохо выглядят. Кухня, которую надо делать. Это living room, судя по всему. Это backyard. Sunroom. Сетка затянутой помещения. Так. Это коридор. Тут ничего, в принципе, не говорит. Это технический room. Это ванная, которую тоже надо переделать. Это master bedroom, судя по всему. Еще один bedroom. Ванная. Котел отопления. Это непонятно, что за комната. О боже, ванная. В общем, видно. Ага. Вот здесь вот очень важно, что он сделал комсы. То есть он проанализировал рынок. Он взял, видите, существующий дом. Вот он. 513, Бальсавуткорд. А, он здесь не указан. И взял соседние дома. 652, Виленавеню. 607, 625. Короче, он взял 5 адресов. С таким же количеством спален. 5 спален. 5, 4, 5, 4. Такое же похожее количество ванн. 3, 3, 2, 3. Сквеофиты, видите, близкие по площади. То есть очень грамотно сделаны комсы. И рассчитал среднюю цену за сквеофит. Почем продавалось. То есть продавалось максимальное value по 136 долларов. А в среднем, видите, вот важная цифра. 126 долларов за сквеофит продавались дома в этом районе. То есть вы можете цену существующей property считать как 126 долларов за сквеофит. То есть мы возвращаемся к этому объекту. Берем его площадь 2,400. Сейчас я возьму калькулятор. И берем его, вот эту площадь 2,400. И умножаем на 126 долларов за сквеофит. И получаем, что 302,778 долларов – это ориентировочная цена, за которую можно продать этот объект. То есть тут, в принципе, грамотно рассчитан ARV. И если вы возьмете за 200, добавите еще 40,000 на ремонт, то вот он потенциал в 60,000 прибыли. Вот такая вот сделка. Ну и так далее. То есть тут буквально каждую неделю 5-10 новых объектов от него появляются. Вот сделка за 389 на продажу почти 600. То есть потенциал в 200,000. Меньше. Где-то 150-160,000 потенциал прибыли вот в этой сделке. Но, видите, довольно много денег нужно вложить для того, чтобы пойти на эту сделку. Окей. Допустим, у вас возникает вопрос. Ну, хорошо, все это замечательно, все это имеет потенциал. Где мне взять деньги, где мне взять финансирование для того, чтобы профинансировать покупку недвижимости, для того, чтобы профинансировать цену ремонта, да? То есть эту стройку профинансировать. Смотрите, вот тут вот в Нирху есть телефон ребят Hard Money Lander'ов. Они мне очень нравятся, они классные. Я с ними познакомился, и мне их цифры понравились. Стоун Бридж Капитал. Значит, у них есть Hard Money Lander, который финансирует. То есть вот аппликация, тут нормально все расписано, что куда ставить. И я вам сейчас, чтобы сэкономить время, я вам объясню, как они финансируют сделки. Потому что вы можете, в принципе, вполне сами профинансироваться и купить эту пропертию. Так, это мы убираем. Значит, Hard Money Lander. Это лендер, которого интересует дать вам денег, заработать на вас проценты. И его, в принципе, не интересует ваш кредитный скорбь. Главное, что его интересует, какая пропертия идет в залог за данный заим. Проценты у Hard Money Lander'ов, они гораздо выше, чем в банке. То есть, собственно, в этом и есть их прибыль там заложена. И вот эти ребята, которые... Их офис буквально рядом с офисом Дерека. Как они финансируют? Они финансируют где-то 12-15% годовых. В Америке это считается дорого. И математика такова, что финансируют они где-то до 80% от Lone to Value. Пример. Допустим, вы нашли дом, маркет, цена которого 200k. То есть, это его market value. Дерек этот дом продает, допустим, за 130k. Это цена Asking Price называется. И вы вычислили, что там еще нужно 20 штук на ремонт. 20k это цена Rehub. Плюс вам еще нужно будет где-то порядка 5% заложить. Это расходы на closing. И это расходы, ну, какие-то сопутствующие там ошибки. То есть, еще закладываем 10k. Это так называемый closing cost. Итак, получается, что вы на этой сделке можете сделать денег 40 тысяч профит. То есть, это потенциальный профит данной сделки. То есть, если вы возьмете дом за 130k, вложите 20k в Rehub, 10k closing cost и holding cost. Есть потенциал 40k. Вы идете к Hard Money Lander и говорите, Hard Money Lander, вот он этот дом. Вот его market value, которая 200k. Я хочу его взять. Я хочу его отремонтировать, заработать. Ну и, соответственно, вы заработаете, если вы нас профинансируете. Как считает Hard Money Lander? Он видит эту сделку в листинге Дерека. То есть, все нормально. Он видит оценку, которую Дерек сделал для, ну, компса. То есть, вот это вот value, это самая важная цифра здесь. И он рассчитывает 80% loan to value. Для 200k 80% это 160 тысяч. То есть, Hard Money Lander может профинансировать под этот дом до 160 тысяч. И вы смотрите. Если вы получите 160 тысяч, это покрывает стоимость покупки. Дальше. Это покрывает стоимость рехаба. И это даже покрывает closing costs. Замечательно. Соответственно, сделка может работать. Вы пишете Hard Money Lander аппликацию, что я хочу купить дом, адрес такой-то, его market value такая-то, его asking price такая-то, цена рехаба такая-то, closing costs такие-то. Мне от вас, ребята, нужно 160 штук. И, тем не менее, желательно для этой сделки, чтобы у вас просто, ну, на всякий случай было, где-то 10-20 тысяч кэшем своих денег. Hard Money Lander может, как бы, попросить вас. Если цифры немножко мы изменим, если, например, окажется, что ремонт стоит 300 тысяч, не 20, а 30 тысяч, то вы уже не вписываетесь, потому что 130 плюс 30 это 160, плюс 10 это 170. Они вас могут профинансировать только на 160. Вот тут вам уже десятка нужна кэшем в любом случае, потому что иначе сделка не пойдет. Вот эта схема, по которой Hard Money Lander финансируют, и проконтактировать с этим Hard Money Lander вы можете через офис Дерека. Вот здесь вот, видите, написано Investment Property Financing Apply Now. То есть вот прямо отсюда можно апплаиваться на это все. И, ну, пожалуй, для того, чтобы вы сами дальше уже могли, для того, чтобы вы сами могли дальше эту информацию, как бы, разбирать, зайдите в stonebridgegroups.com, сами подпишитесь на рассылку, и получайте, то есть видите, у них тут есть, как бы, несколько подразделений, но вам нужно для начала просто начать получать ежедневную, еженедельную рассылку от хуллсейлера, такого профессионала, как Дерек, просто для того, чтобы видеть, как выглядит нормальная хуллсейлерская продажа. Потому что если он что-то продает за 389, это значит, что там 1030-40 он для себя зарабатывает. То есть он не занимается сам ремонтами, он обеспечивает сделками тех, кто хочет делать ремонты, и тех, кто хочет профинансировать это, я имею в виду hard money lender. Поэтому, если вы очень такой большой любитель делать ремонты, возможно, это как раз вариант для вас. Окей, у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока.